МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...по тарифам, которые предоставила компания Солубарька Солушин. Муниципальные предприятия сообщили вице-премару Геннадию Шмурскому о том, что они не могут заключить данные договора, так как есть тариф, который утвержден муниципальным советом, и предоставлено муниципальным предприятием ЖКХ ЦАМГО. Вы все знаете, что прошли публичные консультирования, прошла сессия, и муниципальным советом была утверждена ставка, садиться на полигон из той цифры, которая была предоставлена ЖКХ ЦАМГО. Поэтому, извините, поэтому я... Поэтому я созвал это совещание, чтобы выяснить наше положение, обращение к премьер-министру, к министам, потому что я должен доложить, почему два дня полигон не работал, и машины до... Геннадия, вы знаете, какие стояли на полигоне? Да, до 9 вечера. До 9 вечера стояли полные. Сегодня утром их запустили на полигон, они разгрузились. Но город, как вы видите, дальше начал убираться, но если через 2-3 часа или на празднике закроются 5 полигон, то у нас может повториться то, что было перед Новым годом. Чтобы мне это не повторилось, мы сегодня поэтому собрались, мы должны предупредить премьер-министра, спикера, министра о том, что это может произойти по той или иной причине. Сегодня у нас есть юридический документ ЖКХ ЦАМГО. Между нашим предприятием ДФУ и ЖКХ ЦАМГО о вывозе и спланировании мусора по тарифам тем, которые было предоставлено. ЖКХ ЦАМГО, которые, прежде всего, повторяю, прошли публичные консультирования и утверждены советами. Также у нас есть акт экологии, зафиксированный о том, что вчера полигон был закрытый, и на него машины, которые собирали мусор, не допускались. В связи с этим я еще вчера написал обращение премьер-министру и министру средств и хозяйства регионального развития и экологии о том, что в их промежуточном ответе, который нам был дан 2 марта 2017 года, они обещали нам до 7 марта 2017 года предоставить результат решения этого вопроса. Прошел уже месяц, и никакого результата нам больше не было представлено, поэтому я бы попозорно премьер-министру и министру, для того, чтобы не предприняли меры, которые создались в мунициплине. Также они предпросили предоставить, где мы видим свалки, места для сбора около 6 вариантов или мусор-предвигательщика завода. Это просил премьер-министр. Мы также это все предоставили. Нам сказали, что до 7 апреля будет ответ, но ответа до сих пор нету. По местам сбора или к альтернативную свалку величина. Куда до сих пор вывозил саму? У вас, мальчик, одна машина. На сегодняшний день, на настоящее время, машины, которые собирают мусор по тем графикам, которые вытверждены. Вчера имел место еще, что очень нужно рассказать, увеличение объема накопленного мусора на территории мунициплины. Еще слышалось в результате того, что по ранее объявленному санитарному четвергу очень много предприятий вышло. Умер собрала, убрала, победила, поделала деревья. Значит, это было объемы мусора большие. Так как мы говорили на совещании, что это в основном дети собирали. Поэтому на эти точки тоже обязательно ДРСУ сегодня должно отреагироваться. В конце дня, не в ущерб, конечно, основной деятельности, но в плюсе к основной деятельности, то, что дети вчера убрали, мы должны обязательно им позволять сегодня обеспечить эвакуацию с территории города. Скажите, 4-5 числа полигон работает или не работает? Вчера полигон не работал, и в среду, когда мы были на совещании, Юрий Николаевич ответил о том, что полигон закрывали. Почему вы переводите сам? Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, 4-го числа сколько закрыли полигон? Полигон был закрыт с утра, и другие фирмы, которые работают в городе, заезжали, кроме предприятий, муниципальных, которые в нашем городе. На сегодняшний день пока никаких претензий или отказа от контракта, который мы заключили с ЦАМБУ, не поступало. И, к сожалению, что привело к тому, что мы не могли попасть на ЦАМБУ, полигон, так как ворота были закрыты, допуск наш на территории, туда, к ЦАМБУ, полигон, мы не могли. Это было 4-го и 5-го? Да. Скажите, пожалуйста, вы обращались в полицию? Да. Что полиция вам ответила? Полиция сказала, что не приехали, очень много было полицейских, но никаких мер они не могут принять, они не могут вмешаться, и просили нас, чтобы мы незаконные действия не сделали на данном моменте. Скажите, что ЦАМБУ и административный корпус на территории ЦАМБУ принадлежит ДРСУ или ЦАМБУ? Кроме ЦАМБУ, там есть ангар 20 видов имущества, которые чистятся на балансе ДРСУ, и мы хотели с вице-промаром, с комиссией провести инвентаризацию, ну, поставили известно, что мы должны написать письмо, которое уведомить конституционеру о том, что мы хотим сделать инвентаризацию в своем имуществе. Допуска не было. Прошу вас, Пан, Геннадий Леонидович, я считаю... Кальпач, извините, можно попросить? Да. Пока мы все, если возможно, чтобы полигон разрешил работать, пока светло, то есть, чтобы он работал в запуске после пяти, потому что мы не успеем вывезти до Паски весь город очистить. Так я просто обращаюсь, есть данный вопрос, данный вопрос. Ну, мы не знаем, на каком-то основании там находятся. Вы от ЖКХ, от ЖКХ ЦАМБУ получали какое-то уведомление о том, что контракт... Потому что я читал условия контракта сегодня, и там нету, что они могут расторгнуть сами это, или есть субъектный порядок. Скажите, какое-то уведомление от ЖКХ ЦАМБУ пришло, что полигон они не будут принимать мусор? Кальпач, не приходило, и кроме этого я хочу добавить, что сельский совет, этот контракт был утвержден на совете, то есть не премьер лично подписывал, то есть ему поручили подписать. И на сегодняшний день ничего не поступало. В принципе, мы обязаны передать материал в антикоррупцию прокуратуры за те нанесенные ущербы и нашему городу, и предприятию. Уважаемые члены комиссии, я считаю, что вы должны высказаться по этому поводу, потому что если полигон будет закрываться по щелчку, кто так велитым, или кто так они, если они так хотят, то мы поставим наш город на колени. Но я не допущу того, чтобы люди от этого страдают. Секретарь комиссии, кто страдает? Секретарь комиссии. А кто поможет ли у вас? Я не поможет. Я заместитель председателя комиссии по общечайному ситуации. С нашей стороны, значит, мы в случае возникновения членчайной ситуации, мы готовы оказать помощь. То есть, если будет полигон закрыт, какую помощь будет? Мы к этому вопросу отношения не имеем. Закрет полигон или открыт. Это отношения двух сторон. Примария и администрация Калибана. Мы сюда отношения не имеем. Примарию вы имеете в виду ДСУ или Примарию? Я сам Примарию. Так. Если контракт не выполняет один из экономических коментов. Уважаемый председатель комиссии по общечайному ситуациям. Я в эти вопросы не имею права вникать. Это отношения между Примарией и экономическим агентом. Мы имеем строго свои функциональные обязанности, которые мы выполним. Так что вы считаете? Если за два-три дня то, что сейчас будет забор, то он будет расти. Это будет у нас? Значит, у нас есть комиссия по общечайному ситуации. Я на эти вопросы не отвечаю. Я вам говорю, что мы готовы оказать помощь в случае возникновения общечайного ситуации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Приходите и заключайте такой же контракт с нами и возите. Полигон не закрыт. Не нужно обманывать членов комиссии и населения. Полигон работает для тех компаний, кто имеет юридическое обоснование депозитировать мусор на полигоне. Сегодня ни одно муниципальное предприятие, не имея юридического обоснования, делает это. Вы же не допускаете на полигон компании «Дорсун». У нее нет контракта. Они едут на полигон «Самбул». Вы скажете, я тут на полигон «Самбул». Куда, куда они приходят, это полигон «Беличена». Я не знаю, где находится полигон «Самбул». Покажите мне его, пожалуйста. Я тоже туда хочу пойти и посмотреть на него. Вы же сейчас им пользуетесь сами. Неправда, я пользуюсь полигоном «Беличен». И это совершенно важная вещь. «Самбул» и нет полигона. То это пополнять где-то не можно. Вот и весь контракт. Господин Григоришин, вы заключили контракт с компанией, которая была сделана два месяца назад, на балансе которого ничего нет. Ни одного сотрудника, ноль проводок денег, техники нет, ничего нет. Это просто фельдкинограмма. У вас есть технику? Конечно. А как? На полигоне? А как же мы рекомендируем по вашему документу? Да мы видели, как что-то там происходило. Где вы видели? Что вы видели, господин Григоришин? Я видел сфальт мусора, который дымится. Господин Григоришин, на полигоне ведутся работы. Вы видите, не видите? Вы сейчас манипулируете. У меня есть закон. Не вами, а вот жители и комиссии. Вы купили зимой. Каким образом? Я вопрос был конкретно. У вас есть контракт с «Самбулой». Идите на «Самбулу». Почему вы устраиваете цирк моего полигона? Если хотите платить мой полигон, я не платил. Это не ваш полигон. Это мой полигон не ваш. Это мой полигон захватили. Это мне. Он мне. Это на полигон вообще бель. Я вам объясняю. Не надо врать. Членов на полигонах. А потом, чтобы полигон, он не будет. Я не могу задать вам вопрос. Я пытаюсь, как вы видите, заставить. Пять, вы пришли, что я не могу. Вы сейчас сказали, что есть договор. У ДОСУ, с комфортом. Да. Договора по БИО с «Самбулой» нет. И БИО не заключало ни с кем другим договор, кроме как с вашей компанией. Почему вы будете заключать? Значит, я вам пытаюсь объясниться. Главное, что вам нравится. Значит, какие-то споры, какие-то разнообразия. То есть, или изменения условий договора. Безусловно, вы должны были договорить. Не за один день, две секунды. Я получила от вас письмо третьего часа. А четвертого вы технику благоустройства извинения уже не запускали на полигон. Более могу сказать. Значит, благоустройство извинения никогда перед вашей компанией не было другого. На сегодняшний день, я говорю, просто извините, предоплата на счету вашего предприятия 40 тысяч рублей. Не надо обманывать, это неправда. Значит, я вам отвечу на вас. Мы с вами послушали дискуссию. Да, я никогда не обманываю. У меня всегда, мы всегда, мы работаем. Вы первой в руки сидите. Я всегда работаю. Давайте послушайте, послушайте. Двозите, поднимите. Не надо голословное восхождение. Покажите мне, где я вам должен 40 тысяч рублей. Покажите, зачем вы врёте. Я вам повторюсь ещё раз. Стоп, стоп, стоп. Допустим, предоплаты долги есть у нашего предприятия. У вас нет контракта. У вас нет контракта. 3-го числа я получила письмо. Послушайте, вы закрыли. Значит, послушайте меня. В том контракте написано, что тариф на полигон устанавливается решением муниципального совета номера такого-то, который муниципальный совет 29-го числа отменил. Контракт потерял юридическую силу, так как там отменён основной пункт, по какому тарифу мы принимаем на полигон. Вот и всё. Он не имеет технической силы. Дело, где винил, ну. Там есть забит тариф на полигон. Вы читали? Нет, конечно же читал. Покажите мне, где забит тариф на полигон. Есть расчёт, по которому рассчитывался тариф. Нет, вы обманываете опять, вы хотите показать затраты, которые вы забили для ДРСУ, а не тариф на полигон. Скажите, пожалуйста, вы, вот, билон, вот, написано. Аплата по сохранению, обезвреживанию отходов на муниципальном полигоне. Вот стоит. Это было сомнение, которое было сомнение на совете, где было сомнение, большие сомнения на насчёт. А у меня сомнение неинтересно. Нет, это не тариф, это расчёт. Вы обманываете, что в этом месте. Это не решение, мы решаем на нас ответы. Это внутренние расчёты к примере, которые касаются затрат только ДРСУ. Хочу обратить вашему вниманию, что тариф на полигон не только ДРСУ возит. Туда возит 15 экономических агентов. И тариф нужно делать для всех. Тариф не наш, для того, чтобы его понимали на муниципальном свете. Понимаете, полигон не наш. Это что, я вам когда возить, могу тарифовать. Я, я вам сказал, 30-60 лет. 30-60 лет. 30-60 лет. И берёд за родину. Что вы, что вы, что вы не получите, мы не консультивные. Вы не могли, вы запрещали, вы запрещали, вы разговали, Покажите бумагу. На первое заседание мы приглашали. Покажите бумагу. Мы назначали остальные встречи. Маргарита, вы вечером было на сайте, в ремарии, о том, что... Я не обязану читать ваш сайт, господин Григорьев. Если вы хотите возить ко мне этот полигон, то у вас нет никакого полигона. Вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете, у меня есть документы. Есть, которые подтверждают, кто... Вы знаете, какой-то факт полигон. Вы врёте, вы просто врёте. Мелкий машин и килгон. Вот вы кто. А если вы сейчас играете на колонну? У меня такой вопрос, а не будут держать эмоции. Да какие у вас эмоции? Да какие у вас эмоции? Если есть документы... У вас есть документы, да? Да. Вот документы. Какой? Самбла. Пустите на полигон машину. Я не в Самбла. Вы перегрыли дорогу. Я не в Самбле. Вы перегрыли дорогу. Вы перегрыли, что мы разговаривали на одном месте. Я вам пытаюсь объяснить, что мой полигон не Самбла. Вы перегрыли дорогу. Да. На мой полигон. Это ваш полигон. На мой полигон. У меня есть документы, что там не полигон, а Самбл, а не в Лиде. Дорога, Самбл. О чём вы говорите? Какому-то Самбл, но полигон не Самбл. Так нам поставили на дороге Самбл ворота. Это не дорога Самбл, а дорога общая. Не Самбл. Это не дорога Самбл. Не правда вы врёте. Покажите документы. Вы просто врус. А ты врус. Покажите документы. Я вообще такой друг, что родные. Вы где-то открываете родные. Вы всём не говорите комиссии. Вы меня пригласили. Мы вас не приглашали. Вы пригласили меня? Ну, пригласили. Опять врёте? Не скажу, что вы врёте. Вы сказали, что ваш управляющий, что вы не готовы учредить. Просто долгом. Да, долгом это вы. Вы только укрёте и угрожаете. Как час назад у меня угрожали физические расправы. Я офицер, а вы просто знаете кто? Женщина. Вы просто тряпка. Уважаемый коллеги. Это совсем не консультирует. Да. Вы не говорите, что это женщина, которым это просто противно слушать. Согласен с вами. Извините, но нужно говорить и в отношении того, что всё-таки город – это люди, которые живут в этом городе. Я не знаю, простите, где вы живёте, но я живу в этом городе. Ещё я отвечаю за здоровье людей, которые в этом городе живут. И если в течение одного дня не вывозится мусор, это ещё можно пережить. Но сейчас начинается тёплая погода. Это возникнут различные родные инфекционные заболевания. И получается, что такие, как вы, подвергаетесь просто этих людей. Когда говорить о таких людей, вы имеете в виду Григорий Александрович, наверное, есть. Потому что полигон открыт, закрывайте, закричайте, в контакте возите. Всё просто. Начинаем не видеть, я закричу. Обычай. Потому что вам не говорили, что должно быть решение сессии. Объяснили по самоуправляющим. Если вы не понимаете закон, почему вы приняли, не в чём раз говорите. Вы походу доиграете, если вы хотите. Вы походите с ответ. Почему вы обманули с ответом? Вы на публичное консультирование с вашим... Вы нас назвали. Конечно, вы забрали. Я не знаю, где вы меня забрали. Покажите. Вы обманули. Давайте я вам... Давайте я вам... Я вам... Я вам... Я вам... Я вам... Вы не член комиссии, кому это не нравится. Он же. Вы не член комиссии. Вы не знаете. Не надо... Это не дебирать людей. Молодцы вообще не член комиссии. Отличают за здоровье. Напоминаю вам ещё один раз. Поэтому нужно принять абсолютно все меры, возможные и невозможные, для того, чтобы мусор вывозился. И если господин Багнарёк говорит, что в случае чрезвычайный... ситуацию включится и будет помогать решать эту проблему тогда я первый обращусь к нему и вместе с ним буду решать эту проблему очень приятно а вы молодой человек когда вы женщина еще в возрасте вы должны я извиняюсь я понимаю что это антисоциальное поведение потому что они уже переваливают через край так как я не могу больше терпеть враньё я еще раз извиняюсь перед членами комиссии за свое национальное поведение поэтому я считаю что мы не можем выйти отсюда сегодня если мы не примем какие-то определенные меры и решения которые стабилизируют эту ситуацию для нас всех мы живем в этом городе давайте подытожим ну что концепция того что у нас уже не приемлемо я считаю что прокомиссия должна обратиться к правительству парламенту президенту для того чтобы они не мешались в этой ситуации потому что ситуация это сервичество и с каждым днем она будет только хуже вы объясняли представитель услуги Солуша что юридически даже компания для услуги может с ними заключит конечно не может потому что это проводится только через решение совета это неправда это правда это неправда ну у вас все неправда мы уже наслушали сила это неправда вы не член комиссии поэтому и вам слова никто не давал когда вам дадут слово тогда будете говорить подождать я пошел пожалуйста подождите вам было дальше давайте примем решение потому что дальше такого продолжаться не может мы можем выделить какую-то территорию Вячеслав Мячеслава подвременная стандартная нет почему потому что в этой территории есть определенные территории и это учение только через мунистерство наше это не все учения поэтому отлично анализы вот если вы получите побыстрее от лет в министерство те есть там прошло 30 дней и не ответили до сих пор как мы представили шестой ряда но это тот легальный путь и обращение то есть там процедуры которые в том числе могут дать какие-то новые участки ну понятно Мячеслав Мячеслав мы обращались нам сказали от премьер-министра приезжал генеральный секретарь сказал что до 1 апреля мы вам дадим альтернативу не дали до 7 апреля не дали давайте еще раз обратимся уже комиссии от нашей комиссии ситуация серьезная вы понимаете что два человека держат город за город все не юридически не может ДРСУ заключить договор юридически потому что есть тариф с полигоном самбу есть заключенный договор то что они там установили ворота на дороге и не пускают туда наши машины это уже вы сами видели и все знаете и что кто-то желает высказать еще на комиссии давайте ситуация и получается если они сейчас вышли закроют вы понимаете что мы попадаем в эту строку которая экологическая которая не дает позволения комиссии просто давайте обратимся нет мы должны все собрать делегацию поехать туда в Кишинев премьер-министр сказать уважаемый премьер-министр если не примутим решение то мы вынуждены ввести в Кишинев этот мусор потому что не обязательно в центре в Кишиневе я имею в виду полигона в Кишиневе это намного дешевле то что предложили я расчет не видел я попросил господину предоставить расчет хотя бы посмотреть как они посчитали ведь есть формула есть законность этих расчетов и я считаю что 92 лея это нансис понимаете возьмите к примеру я обращаюсь к вам к комиссии проверьте пожалуйста сколько стоит Кунгенов Бендера и так далее вы поймете это неправильно во вторых да у них есть решение традиционного суда что они в Цианбулский полигон площадь земли то есть полигоны Талевки и величины будут один полигон под их видом процессии не как собственника а собственник является ДРСУ и по моему мнению цену наследирования мусора на величинах на Талевка или Цианбул имеет право устанавливать цену если типа закон и то что они говорят что у них есть решение это ничего не значит оно вступает в силу через два месяца понимаете через два месяца они не имеют права закрывать полигон мы им предложили хороший вариант давайте заключим контракт кто от сессии примет решение какой будет стоимость ну не знаю ни я не его знаю 32 50 20 все может быть как по расчету который мы должны были предоставить нам и тогда в таком случае на это время пока есть мы заключаем контракт не указывается это мне это я предложил таким это не больше это я предложил вчера нельзя так ведь страдает город а не кто-то другой но это не пошли они просят чтобы я подписал контракт на 7-6 лей и дать фредоплат 1 миллион лей и до 31 мая они гарантируют гост бытовых отходов на полигон вы понимаете что это неправильно если даже этот контракт сразу же структуру нашу закроют потому что вы понимаете сегодня тяжело работать и когда я шел на эту должность я понимал с чем я рискую поэтому это не секрет и я прекрасно жду когда люди начнут меня как и всех остальных потому что примар Цанбов официально пришел здесь плакал и говорил что ему угрожает что ему и внучку хотят упасть и границу вести что лично ему угрожает я ему посоветовал идите в комиссариат полиции Юрий Николаевич буквально когда я сюда приехал что вы понимаете это было когда комиссия разошла мы приехали с полигона сюда я здесь пришел и назначил когда на 11 утра пришли эти двое они угрожали что они мне голову отрежут и найдут ее на полигон не сомневаюсь но я обращаюсь не лично я обращаюсь я умоляю найти надо выход с положения вы поймите это нереально сделаем все возможное вывести то что сегодня в городе но это катастрофа на улице плюс 12 завтра будет плюс 20 что будем делать вы понимаете машины два дня были загружены вот товарищ полковник сказал что они окажут помощь машины могли загореться вчера уже потому что мусор который находился в закрытом помещении он начал выделять газы естественно могла любая машина загореться каждая машина стоит денег у нас нет машин еще недостаточных для бога за мусор и мы эти можем потерять понимаете и это очень серьезно и тот поступок который поступил один из моих водителей лично свою машину выгрузил перед воротами только из-за того чтобы сохранить транспорт и конечно был оштрафован конечно выписан протокол ну что делать ну выхода какой-то надо найти я успеваю подумать перед тем как уйти отсюда решить вопрос потому что мне отвечать за вывоз мусора в город тем более мы вчера просили такие праздники пошел каждый год и создавался месяц вывоза бесплатным мусором на полигон потому что вчерашние допустим дети учили все остальные я понимаю что их попросили выйти и они вышли и как на детей наших обманули ведь получилось так что дети собирали мусор по всему району где они учатся вывозили на такую дорогу чтобы мы вывезли а мы закрываем полигон как на детей наших воспитывали о чем мы им говорим политическая борьба кому она нужна никому я считаю что нужно найти любой компромисс найти любое средство ну отсюда выходить так просто встать и уйти я считаю неправильно извините я считаю в принципе другой вариант мы будем собрать документы с одной стороны с другой стороны все все истинные внимательные документы изучить потому что они говорят что у нас есть это что мы владельцы другой организм я вас перевью уже собирались юристы все документы у премьера министра с одной стороны с другой стороны альтернативы все мы предоставили все это есть ну и нету ничего этого сегодня страдает кто я их спрашиваю вы живете в бельце их двоих спросили они говорят нет нам все равно что в бельце творится нас интересуют деньги на основании вот этих документов после этих четких взглядов подытожить и таковы кто владелец кто не владелец ну это будут разбираться пускай правоохранительные органы кто владелец кто не владелец величины сам было спецовское хозяйство как говорит Кмарный Юрий Николаевич владелец но это годы будут у нас сегодня завтра праздники понятно что сегодня мы не можем оставить посмотрите что творится сегодня на свалках я помню декабрь месяц хорошо но когда было холодно завтра было сегодня 18 вы проедете посел свалкам которые находятся вдоль улицы посмотрите на центральных улицах на Пушкино на Кишиневской что мы все будем разбираться опять бумага кто из них хозяин поэтому я говорю давайте примем решение и обратимся уже один раз ну что мы мы не можем принять решение за наш город за нами люди здесь стоят вы не видели что творилось на свалке когда простые люди вышли на свалку а завтра будут другие люди давайте проголосуем за обращение к министру до подруга по чему человек комиссии не право высказываться хотелось бы сказать что я считаю что даже сейчас когда вы будете подпишите документ пока вы будут рассматривать придет время если возможно такой вариант я считаю что комиссия должна выходить мокро из Кишинев правительств и науру незавидно сказать вопрос чтобы объяснить ситуацию что если пригласить может пригласить и сюда приезжают представители правительства к нам чтобы везти столько людей тратить только комендировочные не может не везут но ведь все таки праздники может все додумается приедут нет ну это нереально что кто-то приехал нам уже приезжали от премьер-министра который обещал что полигон закрыт не будет приезжал генеральный секретарь министра экологии разбирался с этим вопросом документы собрал был на полигоне увидел в каком ужасающем состоянии тут полигон что он завтра полыхнет и взорвется что там же никто не занимается складированием мусора они говорят что он занимается возможно такой вариант чтобы мы сейчас обратились официально ну и плюс ехать создать рабочую группу от комиссии и ехать на прием к премьер-министру если он сегодня есть в стране то что ситуация сейчас в городе назревает она далеко от чрезвычайной ситуации значит давать оценку на данный момент далеко оно и близко мы не можем это раз во вторых значит основание уже я отвечаю нормально то что предложил председатель комиссии это правильно и это законно и по поводу правительства 1076 предусматривает что если комиссия на местах не может решить какую-то проблему значит и может просить помощи у высшестоящей комиссии подчеркновенной ситуации в данном случае очень правильно обратиться к премьер-министру с решением комиссии и шваты идти легальным путем а не спрашивать так оно или не так я не могу для того чтобы для того чтобы определяет определяет чрезвычайность комиссии или нет чрезвычайной ситуации или нет определяет председатель комиссии и комиссии я лично здесь не определяю но я еще раз говорю в случае если есть необходимость оказать помощь мы помощи но предусматривает постановление правительства еще 1076 что в случае возникновения от случайной ситуации местная администрация то есть власть предпринимает все меры и вовлекает все средства и силы вы знаете это прекрасно и в случае если местная власть не справляется тогда мы приходим на помощь но не работаем мы вместо местной власти вот в данном случае я считаю что председатель комиссии прав и надо идти легальным путем а не искать кто что думает кто что думает это второй вопрос надо действовать тогда еще один вопрос опять же как вы считаете я никак не считаю господин я уже устал отвечать я голосую на согласие комиссии и не хочу заниматься здесь демагогией я считаю то что есть и что считают спасибо 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 я когда к вам к нам сейчас если получается через 2 часа или по пути вот сейчас когда соучные дети Продолжение следует... 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 Сейчас завтра будет выходной, послезавтра выходной, понедельник выходной и все. Двум часам, текст его, конечно, предоставить. Николай Николаевич, а почему мы, члены комиссии, не можем принять решение, позвонить господину Филиппу, поставить его в известной ситуации, попросить срочно аудиенцию? Комиссия может делегировать людей, которые поедут и определятся, потому что это растягивание времени. Мы сейчас то же самое сделаем, но просто мы, я имею в виду, что давайте мы продублируем. Вчера господин Шмульский все отправил, что 12 тысяч часов учитель получили. Теперь я хочу, чтобы мы проголосовали от комиссии, направили от комиссии дальше. Сейчас мы идем заниматься телефоном режим, выведем рабочую группу и едем в Кишиневскую к премьер-министру и будем объяснять, что ситуация чрезвычайная, впереди праздники. Чтобы потом не бегала публика ТВ и не показывала, что у нас творится в Кишиневе, все прекрасно, а у нас опять вкусно, понимаете? Вот чему я говорю. Почему я всех собрал? Потому что сказали, что господин Шмульский неуполномочий собирает в мое отсутствие и меня. Поэтому я прилетел, я прервал свою дуровку, прилетел из Москвы и собрал сегодня комиссию на 11 часов. Геннадий, скажите, вопрос, и чтобы мы не пропознём за него комиссию, правильно? Мы делаем обращение за эту высшестоящую комиссию, да, из высшестоящей комиссии. Сейчас, сейчас, до свидания, премьер-министр является председателем, а здесь сейчас 20-й республики Республики Малов. И мы, ну, так, мы не помним, а мы можем обрететь по расчету. Потом мы будем выбирать, если члены... Рабочие. Да, это уже... Или это пожелание. Да, это уже... Я думаю, что председатель был, но председатель нужно... И один-два человека, там нельзя, на сто человек, чтобы решать... Два-третья, чтобы донести до премьер-министра, что это... Что это серьёзная ситуация, понимаете? Спасибо. 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 С вами ещё вопрос. Есть гнида поставить на... Просто выиграете за время, чей, экономию время, чей. Я говорю, если оно закроется сейчас, ворота, через два часа будет время, чей. Мы хотим предсказать это, чтобы не получилось, но то, что получилось на Новый год. Даже если сейчас, до конца дня, не закроют ворота, то в течение трёх дней они будут закроются, потому что они не работают. Они по-любому теперь будут доказать я. Мы не справимся с вывозом того, накопившегося мусора за два дня, когда был закрыт полигон, до конца рабочего дня, до пяти часов, пять часов полигон закрывают, я знаю. Даже если они не закроют сейчас, в пять закроют, и три дня полигон не будет закрывать. До вторника. Ну, возможно, говорить, я думаю, что можно действовать. Да. А если являются череджиальными ситуациями в городе, в таких случаях я хочу услышать от генополковника. Имеют ли мы право где-то выгрызать временно? Нет. Но как, если череджиальная ситуация, а как нет? Ну и что, если череджиальная ситуация, засыпем все поля и всё. Нет, поля. Имеется в виду, сфотеренную какую-то площадь выгрызать, потому что вы же не оставите его в городе, чтобы город получился заразить? Сразу болезнью и так далее. То есть мы должны определить, я так понимаю, если полигон заходит и не будет нас пускать, значит, видно, вы будет отдельное из помещений, где есть предприятие, которое не работает, или есть площадь, где можно выгрузить временно, чтобы потом, когда полигон откроется, отвезти. А так тоже нельзя. Давайте оставим всё в городе. Это тоже неправильно. Надо только определиться. Давайте мы определимся. Есть места где... Мы не правы выбрать площадку, где-то я не знаю, предприятие, например, сматированную, закрытую, забросу, чтобы временно заплатить охрану, чтобы не было то, что если мы оставим тебя в городе, тоже в празднике, это значит, клапище пойдёт, и люди решим, что в ситуации, когда полигон украдут, и я уже предназначен, что это не будет. Это была плаката. Но, темно же, если у нас они стоят, это не будет, когда полигон мыvoir расходим на полигон, все будет, чтобы не было, Но в течение времени, если в ситуации, если вuckías, как здесь, иначе, нет, немало, ищения сепотом. Я думаю, что мы с ним не будем как бы отсыхаться, но, темно, не менее, не будем так попроектно. У нас остановиться, когда мы откроем, Это с темно? Что с темно? Я не знаю, что с темно? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...